Своё земное служение наш Господь Иисус Христос начал сорокадневным постом и молитвой в пустыне. И заканчивается пребывание Иисуса здесь на земле тоже сорокадневным периодом после Его воскресения из мертвых. Что делал Иисус в течение этих последних сорока дней на земле после Его воскресения до восхищения на небо? Сказано, что Он являл Себя живым со многими верными доказательствами и говорил ученикам Своим о Царстве Божьем. Этот заключительный сорокадневный период воскресшего Христа здесь на земле был важнейшим периодом в подготовке учеников к их будущему служению. Во-первых, необходимо было утвердить факт, что Христос воистину воскрес, что Он жив. Поэтому Он периодически являл Себя Своим ученикам при самых разных обстоятельствах, беседуя с ними, слушая их, вкушая вместе с ними пищу в течение этих сорока дней. Так что, видя, слыша и осязая Его в течение такого продолжительного промежутка времени, они не могли быть неуверенными в том, что Иисус воистину воскрес. В этом и заключается причина того, что этот период имел очень большое значение. Но была и другая причина. В течение этих сорока дней Христос наставлял Своих учеников о Царстве Божьем. Но вы спросите, зачем это нужно было? Разве Христос не говорил, не учил и не проповедовал в течение Своего трехлетнего служения здесь на земле о Царстве Божьем? Ведь это же было темой всего Его служения – Царстве Божьем. Зачем нужно было еще сорок дней говорить о том же самом? В нашем тексте сказано, что в продолжение сорока дней Он являлся им и говорил о Царстве Божьем. Это деяние апостолов, первая глава, стих третий. Читая Евангелие, нельзя не заметить, как трудно было, не говоря уже о народе, но как трудно было самым близким Его последователям, самому близкому кругу Его учеников понять учение Христа о Царстве Божьем. Когда Христос говорил о Царстве Божьем, они постоянно путали Его с земным Царством. Понятие о Царстве не было чем-то новым для них. Со времени царя Саула, первого израильского царя и вплоть до потери независимости, Израиль был Царством. И хотя после падения Израиля и до начала новой эры прошло несколько сот лет, в течение которых Израиль был оккупирован, у израильтян не умирала одна, доминирующая над всем остальным мечта восстановления Царства Израилю. Да, когда Мессия придет, Он свергнет кесаря с престола и восстановит им Царство. Они вновь станут нацией, законным правительством и больше не будут в унижении у других народов. Вот почему, когда вдруг появился Иоанн Креститель и стал говорить, приблизилось Царство Небесное, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Его, то сказано, что Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность иорданская выходила к Нему креститься. Большое волнение произошло в народе. Наконец-то мы получим Царство, вот-вот явится Сам Мессия. Это ведь Его предвестник, а вслед за Ним должен прийти Сам Мессия, наш Освободитель. Он избавит нас от римского ига. Вот тогда мы снова будем законным Израильским Царством. И тут мы читаем, это Евангелие от Марка, 1 глава, 14 стих, «Как после смерти Иоанна приходит Иисус к Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». И обратите внимание на то, сколько народу сразу же последовало за Ним, что побудило их, что привлекло их к Иисусу. Царство. Вот это все, что достигло их ушей. Царство, царство, царство. Они не слышали, что Христос говорил о Царстве Божьем. Остальное они не слышали. Но заметьте, как со временем уменьшается популярность Христа и, в конце концов, распятие. И когда Его вели на распятие, даже ученики оставили Его. Какой Он Царь? Разве Он может быть нашим Мессией, если такой Его конец? Во свете их ожидания вы можете себе представить, как смущался народ, когда Христос вдруг заявил, блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Или когда Он заявляет, Царство Небесное внутри вас есть. Да, после каждого такого странного для народа заявления о Царстве, заметно уменьшается число Его последователей. Дело в том, что Он не говорил о земном Царстве, но в первую очередь о Царстве, которое Он пришел установить в сердцах людей. Царствие Божье. Да, у Господа была одна тема. На которой Он всегда проповедовал, о которой учил и наставлял Царство Божье. Это сам Господь Иисус Христос сказал, слушайте, что Он говорит. И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан. О самом явлении Иисуса Христа, когда Он начал Своё служение, Иоанн Креститель говорит. Исполнилось время и приблизилось Царствие Божье. Так что с этим выражением Царствие Божье связано и то, что Христос проповедовал и учил, и Его служение, и Он Сам. Когда Он являлся народу, Иоанн говорит, приблизилось Царствие Божье. Это связано с личностью Иисуса Христа. Фарисеям, которые обвиняли Иисуса, что Он силой вел Завула, князя Бесовского, изгонял бесов, Он говорит, если же Я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божье. Это говорил Он о Своём присутствии среди них. Так что сам Господь Иисус Христос, Его учение и служение было всё связано с этим выражением Царствие Божье. Притом мы видим, что проповедовать Царствие Божье и благовествовать синонимичные выражения – это одно и то же. Заметьте, как сказано в 9 главе Евангелия от Луки «И послал Иисус их проповедовать Царствие Божье». И несколько стихов ниже мы читаем «Они пошли и проходили поселением, благовествуя». А о Христе мы читаем, что Он ходил по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствие. Так что Евангелие, благая весть о том, что Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибших – это то же самое, что проповедовать о Царстве Божьем. Поэтому на основании всего новозаветного учения мы должны прийти к выводу, что Царствие Божье – это выражение, объемлющее весь Божий план спасения. Под ним подразумевается пришествие Иисуса Христа на эту землю, Его воплощение, Его дело искупления, впоследствии и Его воскресение, и при том оно содержит в себе и Его второе пришествие и установление на земле Его тысячелетнего царства. И вот когда в четвёртом стихе первой главы книги Деяния, то есть в разбираемом нами тексте, сказано, что в продолжении сорока дней между воскресением и вознесением Иисуса Христа Он говорил им о Царстве Божьем, то Он говорил и повторял всё то, что Он учил и проповедовал в течение трёх с половиной лет, когда был с ними ещё до Своих страданий. Но зачем нужно было столько времени повторять то, чему Он учил их, что проповедовал целых три с половиной года? Зачем такой обстоятельный пересмотр уже сказанного после такого насыщенного трёхлетнего служения? Ведь должна быть какая-то причина, не так ли? Не напрасно ведь наш Господь пребывал со Своими целых сорок дней после Своего воскресения? Помимо всем нам известного факта, что повторение «Мать-учение» для этого повторного обзора была ещё более уважительная причина, более основательная причина. Говоря им о Царстве Божьем, не значит, что Иисус сказал им что-то новое, что Он раскрыл им какие-то новые тайны, доселе неизвестные им о Царстве Божьем. Нет, Он говорил им те же истины, которые они слышали от Него раньше. Но, дорогие мои, теперь Он говорил им о Царстве Божьем во свете того, что только что произошло с Ним, во свете Его смерти и воскресенья. Вы помните случай с двумя учениками, шедшими в Имаус? Как воскресший Христос подходит к ним и спрашивает, о чём это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Они говорили о только что про ищетчих событиях, то есть о распятии того, который, как они думали, должен был избавить Израиля и дать им Царство. Иначе говоря, восстановить им земное Царство. И когда того, на которого они надеялись, распяли, то печальные и разочарованные, обескураженные, они удалились из Иерусалима, ушли от бесспоражения и неудачи. И вот на пути вселения Имаус, неузнанный имя Иисус, приближается к ним и спрашивает, «О чём это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» И слушайте, как они ему ответили. Их ответ красноречиво говорит о том, как неправильно они поняли значение Царствия Божия, о котором учил Иисус Христос. Вот как они ему ответили. «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о проишедшем в Нём в эти дни? Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали Его первосвященники и начальники наши для осуждений на смерть и распяли Его?» Что они хотят этим сказать? Что всё это не случилось бы, если бы Он действительно был их Мессией. произошла, по их мнению, величайшая ошибка. Он не должен был умереть. Почему? Слушайте, как они дальше говорят. «А мы надеялись было», вы заметили в прошедшем времени, «надеялись», что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. И ниже мы читаем «О, несмысленные и медлительные сердцем!» Это говорит им Христос, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? Вы понимаете, в чем была их проблема? Они только отчасти принимали то, что в Писаниях предсказывали пророки о Мессии, о последней части Царствия Божия, когда оно будет установлено здесь, на земле. Они считали, что все сказанное о Царстве относится к концу времени, а не к настоящему аспекту Царствия Божия, который Христос пришел установить в сердцах покаянием и возрождением. Вы помните, как Христос сказал Никодиму, одному из начальников иудейских, «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие». Понял ли Никодим, о чем говорил Иисус Христос? Нет. Он возражает, как может человек родиться, будучи стар, неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? И тогда Христос говорит ему прямо, «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». И Никодим думал о земном царстве, поэтому он не понял, что Иисус говорил о возрождении, о духовном рождении и, следовательно, о духовном царстве, которое в первую очередь должно быть установлено в сердцах людей. Возвратимся теперь к двум нашим друзьям, идущим в Имаус. О чем еще говорил им воскресший Христос? «Иначев от Моисея, из всех пророков, изяснял им сказанное о нем во всем Писании». Во свете своих страданий он раскрыл им Писание, «И тогда стало для них ясно, что надлежало пострадать Христу перед тем, как Ему войти в славу свою». Так было сказано в Писаниях. В Писаниях, которые они не только читали, но которые они прекрасно знали. И тем не менее, они были слепы и не видели самого главного, самого существенного необходимости Креста. необходимости смерти Мессии. И когда Господь открыл им эту истину священных Писаний, тогда они сказали друг другу, «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» Вот что, дорогие мои, произошло в течение этих сорока дней. Он говорил им о Царстве Божьем, то есть о чудном плане искупления. Он дал им ключ, который открыл им значение Писания. И этот ключ – ничто иное, как Его голговская заместительная смерть. Тогда пошли эти два ученика и рассказали о происшествии остальным. И в то время, когда они говорили об этом, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Во время трапезы с ними Он сказал, «Вот то, о чем Я вам говорил еще до Моей смерти, когда Я был с вами, что надлежит исполниться слову, написанному о Мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». И дальше в следующем стихе сказано, «И тогда отверз им ум к уразумению Писания». Какое огромное значение, дорогие мои, имели эти сорок дней для учеников. Все то, чему Христос учил, наставлял и что проповедовал три с половиной года о Царстве Божьем, обо всем этом у них было смутное представление. Все это было малопонятно и загадочно. Теперь же у них открылись глаза, и они узнали, кто Он, что Он говорил и почему надлежало Ему умереть. Да, только во свете Голгофы, во свете Креста, во свете Его заместительной смерти мы можем понять значение Царствия Божьего, понять Священное Писание. Апостол Павел его понял. Слушайте, что он говорит. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Принципы Царствия Божьей, слушайте, праведность, мир и радость в Духе Святом. А праведность возлюбленные возможно только через жертву за грех, который совершил Иисус Христос на кресте. И этой же жертвой Иисус Христос установил мир между грешником и Богом. А результат такого примирения, такого чудного спасения, такого дивного оправдания перед Богом – радость, радость во Святом Духе, слава и благодарение Ему. Это и есть то Царство, в Который входит душа, родившаяся от Духа Божия. Послушайте, как апостолы проповедовали после этих сорока дней наставления воскресшего Христа и после излияния Духа Святого. У них тоже была одна тема. Проследите по книге Деяния, о чем проповедовали эти первые христиане после излияния Духа Святого, после того, как они были исполнены Духом Святым. О Царстве Божьем. Например, Филипп, прибывший в Самарию, о чем он говорил? На какую тему проповедовал он? Сказано, что он благовествовал о Царстве Божьем и об имени Иисуса Христа. Это отнюдь не значит, что у него было две темы. Одна о Царстве Божьем, а другая об Иисусе Христе. Тема одна. Апостол Павел, как и наш Господь Иисус Христос, пользовался этими выражениями попеременно. Заменяя одна другую. Когда апостол Павел прибыл в Ифес, он проповедовал о Царстве Божьем. И в этом же контексте сказано так, что все жители Аси слышали проповедь о Господе Иисусе, как иудеи, так и эллины. У него тоже тема была одна, независимо, предназначалась ли это проповедь иудеям или язычникам. В конце книги Деяния, в последнем стихе, апостол проповедует Царствие Божье и учит о Господе Иисусе Христе. Одна и та же тема. Одно и то же. Как хорошо суммировал свое служение апостол Павел, обращаясь к пресвитерам из Эфеса, когда он прощался с ними. Слушайте, что он говорит. Об этом мы читаем в 20 главе книги Деяния. «Я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». И дальше он им говорит, «И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего. Все вы, между которыми ходил я, проповедуя, что? Царствие Божие. Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Кажется, ясно, правда? И в Англии благодати Божией, Царствие Божие об Иисусе Христе, это и есть вся воля Божия. Тема одна. Дорогие друзья, в Библии сказано, Царствие Божие не в слове, а в силе. Мы можем знать все о Царстве Божьем, но пережили ли мы Его силу, силу и в Англии благодати Божией. Эту силу можно пережить только принятием Его дара спасения. Слово говорит о тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть, авторитет, право, силу быть чадами Божьими. Это сила, сила Божия, которая превращает человека в новое творение. И так, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Пережил ли ты, подобное, мой дорогой друг? Это и значит родиться свыше. Это и есть вход в Царствие Божие. А оно возможно только потому, что Христос, приняв на Себя твой и мой грех, да грех всего мира, умер на нашем месте. Слава и благодарение Ему. Своей ее заместительной смертью Он освободил нас от вечного мучения и дал нам жизнь вечную. О, какая чудная весть! Христос умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В этом заключается Царство Божие. Это и есть благая весть. Вошел ли ты в Его Царство? Если нет, то ты можешь войти сейчас принятием нашего Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя. Сделай это! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!